Это радость! За слезами на глазах! Ветеранов Великой Отечественной войны в Кузнецке остается все меньше. По официальным данным, сейчас в городе живых свидетелей войны чуть более ста человек. Далеко не все они смогли прийти на хоум воинской славы в День Победы. Но те, кто сделал это, держались бодро и уверенно, как и подобает победителям. Служил я на флоте на северном, на торпедных катерах, сопровождал полярный конвой союзников, освобождал Северную Норвегию, Советское Заполярье, освобождал. Дорогие кузнечаны, поздравляю вас от всей души, от всего сердца с таким великим праздником, который мы ждали, ждали, ждали очень долго, 4 года. В День Победы Кузнецк присоединился к акции «Бессмертный полк». Ее участники прошли по улицам города с портретами воевавших родственников. Каждый был готов рассказать о боевых заслугах предков. Первый Белорусский фронт до Берлина. Финцкая, Отечественная и Японская. Кавалеристом был, в Манжурии, в Чите лежал в Госпотреблении. Это личная память, это история. И сейчас наш Кузнецкий бессмертный полк наступение к памяти. В праздничном митинге, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие сотни кузнечан. Все они пришли на холм воинской славы, чтобы выразить свою признательность защитникам Родины, отстоявшим страну перед врагом. Тот бессмертный полк – это наши святые, перед которыми мы в долгу, перед которыми мы отчитываемся за свои дела, с которыми сверяем свою жизнь, от которых черпаем свои силы и нравственные, и физические. Будем же достойны того подвига, который совершили наши предки. Участники митинга почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к вечному огню. Завершился митинг с театрализованным представлением, которое подготовили творческие коллективы Кузнецка.